Вы смотрите программу Абсолютный слух. Программа Абсолютный слух знакомит вас с самыми яркими явлениями мировой музыкальной культуры. Открыть неизвестные грани в известном, вновь обрести незаслуженно забытое, разгадать загадки, оставшиеся без ответа. В этом вам поможет программа Абсолютный слух. Великий хореограф 19 века Мариус Петипа родился в 1818 году в Марселе. Прошло чуть более 100 лет, и в том же самом Марселе на свет появился мальчик, которому суждено было стать одной из ключевых фигур современной хореографии. Он был убежден, что 20 век – век танца, и считал, что танец – искусство демократичное, интернациональное и доступное каждому. Его знаменитая труппа называлась «Балет 20 века», а имя хореографа – Морис Бежар. «Я хореограф, потому что ничего другого не умею», – писал Морис Бежар, великий хореограф 20 века. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Родившийся в Марселе в первый день 1927 года ребенок был физически слабым. У него были проблемы с позвоночником. Мальчика отдали в балетную студию по совету врача лишь ради того, чтобы укрепить его здоровье. Однако он влюбился в балет навсегда. Впрочем, пыл низкорослого, коротконогого парнишки постоянно остужали педагоги. Их оценка была жесткой. «Морис, ты не создан для балета». Юноша родился под знаком Козерога и вовсе не собирался сдаваться. Вопреки воле отца, желавшего видеть сына ученым-философом, он отказался поступать в университет и отправился в Париж, чтобы обучаться искусству балета. Он брал уроки у русских педагогов-эмигрантов, среди которых была и бывшая балерина Императорского театра Любовь Егорова. Но несмотря на удовлетворительные профессиональные данные, высокий прыжок и хорошее вращение, классическим танцовщиком Морис не стал. Его дебют состоялся в крохотной труппе города Виши. Вместо принца, о котором он мечтал, Бижару предложили изобразить червя, вылезающего из яблока. Образ оказался пророческим. Бижар упорно грыз яблоко познания, постигая мир балета. Стать хореографом, сочиняя для себя балеты, Мориса заставили безденежье и нищета. Не имея средств на театральные костюмы, он одним из первых в Европе появлялся на послевоенных сценах в простых брюках и в свитере. Танцевальной исповедью начинающего хореографа стала его постановка «Симфония для одинокого человека» на музыку французского композитора, сверстника Бижара Пьера Анри. В современном и необычном был и его гамлет, танцующий под ритмы джаза. Свой первый шедевр балет Стравинского «Весна священная» Морис Бижар поставил по заказу Брюссельского театра «Дель Амоне» в 1959 году. Это был гимн «Весне и эрсу». «Весна – балет Адурманинова», – писал Бижар. «Я одурманивал себя музыкой Стравинского, слушая ее на предельной громкости, чтобы она расплющила меня между своим молотом и наковальней. Я одурманил себя, чтобы ни на волосок не отклониться от первоначального замысла, чтобы не поддаться по ходу дела искушению сделать покрасивее». Бижар смог раскрыть первобытные инстинкты людей в звериной, многим казавшейся примитивной хореографии. Сторонникам балетной целомудренности Бижар возражал. «Не думаю, чтобы старые дамы были шокированы весной». Эти старые дамы и не такое видели, они только прикидываются, будто шокированы. Мы показывали весну повсюду – в Нью-Йорке и в Париже, перед японскими студентами и в Авеньоне, в Аргентине и русским, которые приехали в Брюссель, чтобы посмотреть балет. Они решили, что некоторые позы недостаточно пристойны для Москвы. Грандиозный успех весны открыл для Бижара широкий путь. В Брюссельском театре ему предоставили карт-бланш. Бижар создал интернациональную труппу из 60 танцовщиков, с которой за 27 лет поставил свои лучшие балеты. Классическому танцу их обучали русские педагоги, в том числе и прославленный танцовщик и педагог Большого театра Ассав Мессарад. Событием стала постановка «Болерон» о музыке Равеля. Когда-то французский классик создал эту музыку по заказу легендарной Иды Рубинштейн. Ее танец на огромном столе поставила Бронислава Нежинского. Морис Бижар превратил стол в огромный жертвенник. А главная героиня, подчиняясь колдовским ритмам музыки, вовлекала в свой страстный ритуальный танец, окружавший ее мужской кордебалет. С 1977 года колдовскую партию исполнял премьер бижаровской труппы Хорхе Дон. Слава Марису Бижара росла с каждым годом, а его шедевры появлялись один за другим. Объединяться людей всех рас, влекающей одик радости, призывала его грандиозная девятая симфония Бетховена. Идея милых хореограф посвятил свой балет Ромео и Юлия на музыку Гектора Берлиоза. Он поставил его в годы Вьетнамской войны и радикальных молодежных движений. Долой войну! Занимайтесь любовью, призывал Бижар, воскрешая шекспировских героев в финале балета. Морис Бижар совершил революцию в балетном искусстве, показывая на сцене современников. Их мысли, страхи и мечты. Не надо путать моду и современность, предупреждал он. Мода выходит из моды. А современность современна всегда. Хореограф буквально завораживал публику. Обладая профилем мефистофеля и взглядом хищника, Морис Бижар умело флиртовал с мистикой, занимался медитацией и йогой и менял религии, подобно перчаткам. При этом он всегда поклонялся и сохранял верность только одному божеству – искусству танца. Не случайно одна из самых известных балетных биографий Бижара посвящена богу танца нежескому. Бижар тщательно изучал Восток, его философию и фольклор. Три индийских бога затанцевали в его балете Бахакти, что в переводе значит «дорога любви». Культурой Индии в 1960-е годы увлекались и европейские хиппи. Так и у Бижара длинноволосые парни в джинсах медитировали на сцене в его балете. В России Бижара мало кто знал. Падая до из балета Бахакти, увидели в Москве на первом международном конкурсе артистов балета в 1969 году. Чувственный и необычный номер вызвал культурный шок даже у самой просвещенной публики. Продолжая отказывать Бижару в гастролях, министр культуры Екатерина Фурцева возмущалась. У Бижара только секс да бог, а нам ни того, ни другого не надо. Гастроли трупа Бижара в Москве состоялись лишь в 1978 году. За них долго боролись знаменитости Майя Плесецкая, Екатерина Максимова и Владимир Васильевич. Благодарность Бижара была истинно королевской. Он подарил российским артистам свою хореографию. Для Васильева он создал балет «Петрушка». Екатерина Максимова танцевала в паре с премьером Хорхедоном балет «Ромео и Юлия». Несколько постановок Марис Бижар создал специально для Майи Плесецкой. Ее удивительный талант засверкал новыми гранями в балете Айсидора на сцене Театра Монако, а затем в Большом театре. Известный балетмейстер Марис Бижар специально для Майи Плесецкой поставил в Большом театре Союза СССР балет Айсидора. Мой словарь – словарь тела. Моя грамматика – грамматика танца. Моя бумага – сценический ковер. Не раз говорил хореограф. Уникальные данные великой русской балерины Майи Плесецкой впоследствии вдохновили Бижара на создание балета «Леда». Плесецкой он посвятил и своей постановке «Куразука» и «Авы Майя». Хотя гастроли трупа Бижара в СССР прошли с невиданным успехом у зрителей, творчество западного хореографа совсем не совпадало с генеральной линией советской идеологии. В течение девяти лет трупа Бижара в Советский Союз не приглашали. Лишь во времена перестройки в 1987 году свои новые балеты Бижар смог показать в Ленинграде, городе-на-Неве, где веком ранее творил его великий соотечественник Мариус Петипа. Именно тогда был снят уникальный фильм «Гран-па» в белую ночь, где русские и западные танцовщики вместе исполняли хореографию Мариуса Бижара. Триумфальные ленинградские гастроли стали заключительным аккордом в жизни труппы балет 20 века. Новый руководитель бельгийского театра Жерар Мартье предложил балетному коллективу покинуть театр. Он предпочитал оперу. Часть артистов Мариус Бижар увез с собой в швейцарскую Лозанну, где смог создать новую труппу. Не имея своего театра, хореограф продолжал активно работать. Чтобы пополнять состав исполнителей, он открыл школу совершенствования артистов. Чтобы выжить, трупы часто и подолгу гастролиумы. Несчастье преследовали Бижара. В 1992 году от СПИДа умер его любимый премьер Хорхе Дон. Его смерть унесла с собой огромную часть творческого наследия Бижара. Ему, Хорхе Дону и Фредди Меркьюри Бижар посвятил балет под названием «Балет во имя жизни». А последнюю свою постановку «Спасибо Джанне с любовью» хореограф посвятил трагически погибшему другу, модельеру Джанне Версачи, который создал множество костюмов для балетов Бижара. Морис Бижар умер в Лозане 22 ноября 2007 года. Его балеты стали классикой 20 века. Хореографа продолжают любить, ему многие подражают. Он часто повторял «Я приношу любовь, и мне платят любовью». Важно танцевать не для любителей танца, а для живых людей, таких, как мы, сами. В 1953 году в Московский театр оперетты пришла молодая певица Татьяна Шмыга. Ее творческую судьбу можно назвать счастливой. Почти 50 лет на сцене, около полусотни блистательно сыгранных ролей в театре, яркие образы, созданные в кинематографе, любовь зрителей и коллег по сцене. О такой судьбе любая актриса может только мечтать. Книгу своих воспоминаний Татьяна Ивановна Шмыга назвала «Счастье мне улыбалось». Конечно же, счастье улыбается вовсе не всем, а только тем, кто готов нести людям радость. Я еще училась в школе, и по телевидению были цикловые передачи об оперетте. Там были прекрасные актеры, и, конечно, Таня Шмыга вот с таким схвостиком. ПЕСНЯ «Стапли поцелу Чиниты» Глютина, Татьяна Ивановна играла «Чиниту». И там был романс, когда она пела «Признание в любви», старинный браслет. Я сидела там на галерке наверху, и вот эта вся ее эмоция, вся ее трогательность, вот этот голос трепетный такой, на меня это очень подействовало. ПЕСНЯ Татьяна Ивановна – это просто гениальная артистка. И она, конечно, вот ей в этом смысле повезло. Она попала в такой период театра, развития театра, где была и режиссера Канделаки, ее муж, и Шаховская, балетмейстер, которая прекрасно делала все танцы для Тани. Композиторы работали какие, милючи, сколько спектаклей написал. Цирк выжигает огни, это еще и ее звездная роль. Я, когда пришла в театр, то наш главный режиссер театра Ансимов, Герд Павлович, он говорил, говорит, выходите, вот молодым, и учитесь, смотрите, вы должны учиться у мастеров. Это был тогда такой наказ режиссера, и это очень важно. Я, конечно, Татьяна Ивановна смотрела, естественно, у нее можно было очень многому научиться. Ах, Леша, ах, Саша, поговорку третьей лишней я припомнила сейчас. Ах, Тоня, ах, Тося, ну, конечно, третий лишний, кто же лишний тут из нас. Ах, Ах, Саша, ах, Леша, я боюсь, что третий лишний это я. Конечно, это была уникальная актриса, уникальная. Обладая таким мягким лирическим голосом, очень таким нежным, музыкальным. Очень хорошо она танцевала, великолепно. Конечно, это ее вот эта легкость такая, такая подвижность, такая эмоциональность в танце, она заразительна была. «Фиалка Мамара», где играла Виолетта, она играла Нимон. И вот эта ее карамболина триумфальная, конечно, она, так сказать, перед глазами стоит. Это заразительность необыкновенная у актрисы, необыкновенная. Она пела эту карамболину знаменитую в концертах. И я, у нее один нюанс тащила, потому что она, когда перед этой высокой нотой, там, карамболина, и вот, вот, она брала дыхание. Я, когда учила, мне как-то там не брала, а вот эта пауза и взятие активного дыхания, это придает какой-то такой танцевальный акцент. Вот, и я это, так сказать, взяла. У нас были концерты нашего театра в Кремовском дворце съездов. Поскольку у Татьяны Ивановны был каскадный номер, она стоять у микрофона не могла. И тогда радио не было микрофонов. Она начинала петь как бы под фонограмму, а потом оркестр подхватывал, и танец был. И вдруг на представлении вот эта фонограмма рвется, понимаете? И когда она вышла, там-тарам-тарам, и начался этот танец, и вдруг, она, естественно, микрофон за километр, там, наверху, вот, и вдруг рвется эта фонограмма, прекращает так. А-а-а! Все так заперли, что произошло, мне вообще страшно. И, значит, потом оркестр вступил, помогая. Она, значит, подошла на микрофон, начала петь. И она начала петь, и вдруг фонограмма пошла. То есть, понимаете, это был, ну, то есть абсурд, абсолютно. И вот я стою за кулисой, я как за голову схватилась, думаю, ну, все, катастрофа, думаю. И, глядя на нее, я просто поразилась, как она могла выйти из этой ситуации. Вы знаете, она так взяла балетных двоих ребят на авансцентрах и начала кланяться. Шикарно, красиво, как она это умела, великолепно. И я так смотрю, и публика начала, поняла эту ситуацию, это же не вина артистки, как говорится. И началась, и она бессировала, и трессировала этот номер. И, вы знаете, это было, конечно, вот, это доказательство того, что это была мужественная женщина. Мужественная. Несмотря на всю ее легкость, трогательность и на сцене, и лиричность. За кулисами она была, человек очень простой, очень скромный, очень коммуникабельный. Вот мы еще, я помню, так сказать, вот тут в этой гримерной месте сидели всегда, она, Светка, как-то подходила, посмотрела, как я гримеровуюсь, она смотрела, как, меньше, два лица было вместе, она смотрела, все в порядке, все хорошо. Но смотрела она внимательно на меня. Мне было это, конечно, не менее, так и страшновато, и в то же время приятно. В конкурсе красоты, вот этот первый спектакль, где я встретилась с ней на сцене, я играла так отрицательную героиню, она положительная. Вот когда она выходила, она за кулисами, она на сцену вылетала в последний момент всегда. Она не то, что там стояла, ждала, потом шла, она вот, уйдет уже реплика на сцену, она сразу, бас, пулит у нас на сцену. И вот этот всегда выход ее на сцене, эмоциональность с какой-то такой активной подачей, это незабываемое, конечно, впечатление. Она никогда не чувствовала себя Примадонной. Она воспринимала это как должное, но с юмором. Вот у нее не было такое, я тоже говорю, Татьяна, вы великолепны. Она так, этого не было никогда. Но Татьяна, ой, как здорово, она говорит, ну да, 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 да. Да, да, да. Свет красный. Ой, ну что вы, ой, сегодня опять вышла за кулисы. Приходит, спела номер свой, я тут сижу, она говорит, ой, опять мне там дыхание зла. Ой, какая-то я дура, ой, какая-то. Она была очень симпатична к себе, к себе, очень, очень. И никакой фоноберии у нее не было, и комплименты воспринимала. Очень спокойно, очень спокойно. С достоинством, но спокойно. С достоинством, но спокойно. Ну, гусарская баллада, конечно, это ее, так сказать, как бы визитная карточка в кино. Безусловно, она там очень хороша и, так сказать, и пикантна. Пусть плещет вино, я пью, все мне мало, я пью, все мне мало, уж пьяно и устало, я пью, все мне мало, уж пьяно и устало, и кружится сало. Я пью, все мне мало, я пью, все мне мало, уж пьяно и устало, и кружится сало, тебе все ровно. Ее снимали очень много, в этом смысле ей повезло. Прекрасный был спектакль, снят с Герой Васильевым, еще даже не цветной. Граф Люксембург очень хорошая, она очень удачно снялась, и там, и красивая, и нежная такая, очень хорошая. Ну, я думаю, что все-таки это гениальная артистка и, конечно, личность необыкновенная. И вот последний муж ее, Кремер, он тоже очень в этом смысле ей помог, в смысле в актерском, потому что он все-таки написал несколько произведений, где продлил ее творческую жизнь на сцене. Понимаете, так сказать, когда уже актриса взрела в возрасте, и ролей таких молодых уже, так сказать, сложно. Вот. А несколько спектаклей было очень интересно, где она, так сказать, царила и продлила свою творческую жизнь на сцене. Это тоже очень важно. Когда мне стукнет шестьдесят, я буду выглядеть за сорок. Когда мне стукнет шестьдесят, ах, это будет так не скоро. Да, конечно, когда я узнала, за кулисами мы там стояли, я вдруг, ну, больница лежит, думаю, ну, как-то так, ну, лечится человек все-таки, возраст все такое. И когда я узнала, что ей ампутировали ногу, мне сказали, вы знаете, вот, честно говоря, я потеряла сознание. Это было очень, очень страшно. И, конечно, и все-таки она мужественная, вот, действительно, женщина, вот, вот, я убедилась, потому что, судя по такой ситуации, катастрофической, и вот это вот, выдержать все это, и... Ну, она не хотела, конечно, никого видеть так особенно, я понимаю, я ее понимаю, и, так сказать, и никто, как сказать, ни в обиде, никто, вот, потому что это жестоко, конечно, просто жестокая судьба. Ну, конечно, конец был очень тяжелый. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Александр Порфирьевич Бородин, подобно Титанам эпохи Возрождения, был личностью многогранной. Он смог выразить себя в музыке, химии, литературе, критике, педагогике и общественной деятельности. Но если мастера-ринессансы ориентировались на идеалы античной культуры, то Бородин искал вдохновение в русском эпосе. Друзья часто сравнивали его с баяном, древнерусским сказителем из слова о полку Игореве. Сравнение имело основание. Ведь во второй симфонии Бородину не только удалось воспеть богатырскую удаль, но и сделать русский эпос частью мировой музыкальной культуры. В конце 1860-х годов Александр Бородин с тщательностью истинного ученого-исследователя погрузился в изучение русских народных песен, сказок и былин. Исследования его вдохновили. Композитор поставил перед собой грандиозную задачу – написать оперу на сюжет «Слово о полку Игореве». В то же время Бородин приступил и к созданию второй симфонии. Она не имела ни сюжетной основы, ни программы, ни даже названия. Однако дуо «Былины и Руси» наполнил страницы этой партитуры. Великий коллега Бородина Модест Мусоргский назвал вторую симфонию «Славянской героической». А знаменитый искусствовед и музыкальный критик Владимир Стасов дал ей титул «Богатырская». Название автору понравилось, и симфония Бородина стала «Богатырской навсегда». В 1870 году Бородин впервые исполнил на рояле начало новой симфонии своему младшему коллеге Николаю Римскому-Корсакову. Корсец неистовствовал и говорил, что это самое сильное и лучшее из всех моих вещей, отчитывался Бородин в письме к жене. Но, как всегда, работа двигалась медленно. Бородин-химик постоянно отвлекал Бородина-композитора. Стопорилось и сочинение оперы «Князь Игорь». Узнав о том, что Бородин хочет вовсе отказаться от ее создания, Стасов возмутился. Он сетовал, что прекрасный музыкальный материал, удачно найденный для оперы, бесследно пропадет. Бородин его успокаивал. «А насчет этого не беспокойтесь, материал не пропадет. Все это войдет во вторую симфонию». Своё обещание Бородин сдержал. Музыка, первоначально предназначенная для хора половцев, превратилась в главную тему первой части симфонии. Этот суровый и лаконичный мотив стал воплощением первобытной языческой силы и мощи. Знаменитая музыкальная тема даже начала свою собственную жизнь. Так, в начале 20 века французские композиторы из группы «Апаши», в том числе и Марис Равель, использовали ее как позывные. Например, насвистывали мотив Бородина, чтобы вызвать коллегу на прогулку. Первую часть симфонии в фортепьяном изложении Бородин завершил весной 1871 года. А вскоре появились наброски двух следующих частей. С керца композитор ввел еще одну восточную тему, окружив ее эпизодами, где слышатся звуки бешеной скачки коней по дикой степи. Время отпуска всегда бывало плодотворным. Летом 1871 года Бородин оркестровал первую часть, а осенью закончил финал. Стасов назвал его сценой богатырского пира при звуке гуслей, при ликовании великой народной толпы. А через несколько месяцев работа вновь остановилась. Дирекция императорских театров заказала группе композиторов Мусоргскому, Римскому Корсакову, Бородину и Кьюи написать оперу-балет «Млада» на сюжет древних славянских преданий. Возможно, администраторы рассчитывали, что коллективный труд композиторов в кружка «Могучая кучка» будет особо плодотворным и даст блистательный результат. Однако проект развалился из-за больших затрат на постановку, а Бородин, сочинивший четвертое действие «Млады», смог вернуться к своей симфонии. И вновь ненадолго. Бородина отвлекло важное дело – создание женских курсов при медико-хирургической академии в Петербурге. Курсы существовали на частные пожертвования, а потому Бородин должен был не только читать лекции по химии, но и собирать средства на содержание курсов. В заботе и внимании нуждалась и жена композитора Екатерина Сергеевна. Прекрасная пианистка, первый слушатель и критик произведений мужа, она была больна астмой. Часто мучимая приступами кашля и бессонницей, она ложилась спать в 4 утра. Просыпалась в 3 часа пополудня, а ужинать садилась в полночь. Нездоровый режим жизни семьи отражался и на самочувствии Александра Порфирьевича. Бородин мог сочинять музыку, лишь когда удавалось освободиться от научных и бытовых хлопот. Склонный к самоиронии, он называл себя воскресным композитором. А друзья-музыканты шутили, желали ему почаще болеть. Именно прикованный к постели, он мог наконец полностью посвятить себя работе над партитурами. Лишь Людмила Шостакова, младшая сестра композитора Глинки, смогла заставить Бородина поставить точку во второй симфонии. В 1876 году она сообщила композитору, что знаменитый дирижер Эдуард Направник согласился исполнить симфонию в концерте русского музыкального общества. До завершения сочинения оставалась самая малость. Но к своему ужасу Бородин обнаружил, что не может найти рукописи. Партитура первой части и финала пропала. Эти части ему пришлось оркестровать заново. Благо профессор опять заболел. Лежал в постели по причине воспаления лимфатических узлов на ноге и с полным правом мог не ходить на службу. Премьера Богатырской симфонии состоялась 26 февраля 1877 года, как и было обещано, под руководством Эдуарда Направника. Однако теплого приема новый опуск не получил. Бородина подвело увлечение медными инструментами. С керца дирижеру пришлось замедлить темп, чтобы духовики могли справиться со своими сложными партиями. На поклоны автора не вызывали. Чтобы успокоить огорченного Бородина, Шостакова прислала ему письмо. Она вспомнила, что и опера ее брата Глинки, его Руслана и Людмилу на премьере постигла неудача. Она предсказала Богатырской «Славное будущее». Второй раз симфония прозвучала в здании бесплатной музыкальной школы под управлением римского Корсакова. Бородин учел свои ошибки. Он облегчил оркестровку, что оказалось сочинению на пользу. На сей раз симфония имела успех у публики и положительные отзывы критики. Но настоящий успех пришел к Богатырской уже после смерти автора. Его сердце внезапно остановилось 15 февраля 1887 года во время веселого празднования Масленицы. К началу 20 века Богатырскую симфонию Бородина уже знали по всей Европе. Ее по праву называли одной из вершин русской симфонической музыки, а прославленный немецкий дирижер Феликс Вейнгарднер говорил о ней так. Можно, не побывав в России, получить представление о стране и народе, если послушать эту музыку. Выпуск нашей программы подходит к концу. И в заключение я хочу предложить вам посмотреть маленький фрагмент из балета «Спартак». Эта запись состоялась в 1973 году благодаря визиту в СССР правительственной делегации из Австрии. По традиции высоких гостей пригласили в Большой театр. За главную партию в балете «Спартак» в этот вечер исполнял выдающийся танцовщик Юрий Владимиров. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ